всем привет сегодня у нас дождик ночью прошел поэтому я пока не в огороде земля сырая решила вам показать свою рассаду какой у нас сейчас бардак во всем доме наш дом превращен в огромную оранжерею даже на кухню нам как к двери приходится ставить старенький столик чтобы место короче больше к солнцу тянула ну чтобы занять больше места возле окон вот так у нас на кухне это у нас рассада такая огромная уже это томат гигант лимонные это желтенькие помидорчики вот это из одной пачки вот столько много нас кустиков все они уже просятся в грунт уже начинают выпускать корешки воздушные вот я их прикапываю все поглубже поклубже после пикировки вот уже стволики очень глубоко закопаны и опять они за две недели вот так вот выросли здесь у нас внизу под столом ближе к солнцу ближе к свету здесь у нас томат воловье сердце вот такая рассада здесь у андрея стоят остатки винограда в баночках с водой а так уже сколько штучек высадил в землю уже семь штучек в землю высадил ну горшочки они стоят в тени первое время должны в тени вот могу похвастаться кстати это я осенью отломила от своих елочек пяточки было у меня их семь штук но вот одна из семи прижилась те все потемнели высохли 1 вот из 7 может быть я неправильно сделала то что в один горшок но меня радует что хотя бы вот одна живая всю зиму она так простояла пойдем на следующее окно будет у нас стоит в тенечке виноград на некоторых стали появляться корешки и андрей их посадил вот уже стаканчики на эту бутылки обрезанные они должны вот постоять в тени там сперли там земля купили специально перлит и вот посадили стоят в тени очки им пока свет не нужен вот нам некоторые нам тут сказали что после пересадки из водички в горшочке землей начинают скручиваться листики может быть кто-то знает почему у нас пока хорошо вот второй день стоят пока листики живенькие в общем пытаемся вырастить черенки вот так у нас выглядит окно в нашей так сказать прихожей это перчик ползет в этом году почему-то очень приплеснивает верхний слой земли не знаю почему у мамы тоже такая же беда ну вот я рыхлю ну как бы помогает рыхление еще полила чуть-чуть соды и всю рассаду и вроде бы как стала помогать так здесь у нас опять же помидорчики это кстати перец из своих семян то есть в том году я свои перчики брала от них семена и вот поэтому так густо густо насадила потому что семян очень очень много хочу проэкспериментировать как же он вырастет из своих семян здесь у нас космонавт волков вот видите тоже образуется немножко плесень ничего и и срыхливая нормально боремся все просятся в грунт все просятся но еще недельки две надо им подержать постоять подождать ночных температур нормальных пойдем на следующее окно так на следующем окне это тоже у нас в прихожей начинают вылезать огурчики буквально я их четыре дня назад посадила здесь еще до садила помидорчиков только-только перчика еще на рассаду эти я уже не буду пикировать эти уже пойдут сразу в грунт так что ждем появления но огурчики быстро начали вылезать журавлик и соловей это я в титане последний раз просто купила на пробу пару пап пачечек увидела знакомые названия и вот ничего всходит дальше вот даже в большой комнате в этом году на первом этаже мне пришлось занять окно здесь у нас рассада помидорчиков титан розовый титан розовый и здесь один ряду они да это все титан розовый у меня да это все у нас титан розовый ведь везде везде надо прерыхливать ну помогает реальным вот сегодня прерыхлишь все потом как бы не то ничего не не перелит и нормально это нас авокадо кстати пользуясь случаем выращенная просто из косточки такое авокадо у нас уже какой третий год растет второй второй год растет авокадо все комнаты у нас заняты даже в моей швейной мастерской но здесь самая солнечная комната поэтому приходится тоже жертвовать окнами деваться некуда здесь у нас растет пузата хата то что нам посоветовали наши подписчики и мне она так нравится это рассада прям такая она даже уже собирается цвести бедненькие все хотят уже на землю все хотят в грунт не хватает им ни света не место ну и перчик здесь у меня растет здесь перчик немой из пачечки это перец богатырь очень мне понравился в том году и в поза том году я сажала замечательно плодоносит здесь вот постарше рассада перчика у нас здесь вот у меня немножко похуже выглядит рассада это вот оттуда там пачечка забыла что за пачечка сейчас посмотрим почему-то начинает желтеть да и очень я боюсь черной ножки в том году у нас очень много рассады это добара у добара в том году очень много рассады у меня заболела черной ножкой вот очень боюсь этого дела ну вот поскольку я очень боюсь черной ножки поэтому все сажаю и сажаю помидорчики здесь тоже другой срок посажены это у меня куча дебарао прям в тазике замечательно она идет надеюсь что ее не придется пикировать и бомб сразу в грунт сегодня еще три пачки помидор посажу потому что реально боюсь этой черной ножки ну вот как мы спасаем нашу рассаду от черной ножки мы сейчас все все обильно будем присыпать золой весь верх почвы мы присыпаем золой вот мы вчера топили баню недостатков золей у нас нет мы будем присыпать так я присыплю всю рассаду на всех своих подоконниках потому что надо ждать тепла в том году я с черной ножкой боролась тоже много рассады погибло говорю но тоже время когда я уже вынесла рассаду на улицу до сажать ее в грунт те хорошенькие кустики которые были повреждены около почвы черной ножкой я их просто обрезала до здорового стебелька и сажала в грунт прям сразу же сажала в грунт вот сейчас например вот я наверху тоже обрезала но сейчас я в грунт поскольку не высаживаю а уже она пошла то я обмакнула в корневин и вот эти вот череночки поставила в водичку они там дадут корешки и потом посадим в землю конечно это не очень хорошо это не то что выращенная из семечка но тем не менее кустики пошли они практически не отставали от той рассады которая была из семечка может быть они чуть-чуть были пониже но все они прирослись все они прирослись так что не отчаивайтесь у кого сейчас рассада там в квартире начинает чахнуть не расстраивайтесь эти череночки можно спасти ставьте в баночку потом посадите их также в стаканчик и они у вас также прирастутся помидор он не очень так сказать мы короче выживаемость у него хорошая и вы все-таки спасете а все-все здоровенькие кустики которые у вас растут присыпьте золой найдите где-нибудь золу я знаю что в больших городах зола и продается в магазине если у вас нет возможности взять ее дома где-то до зола продается также в садовых магазинах и присыпьте все все ваши стаканчики золой это говорят помогает бороться с черной ножкой ну и по крайней мере зола это минеральное удобрение хуже хуже точно не будет хуже от этого не будет точно так что вот вот так вот мы боремся занимаемся огородом дома пока на улице не позволяет хотя дождика нету уже целый день дождик был только ночью но земля сырая солнышко нет копать не хочется есть чем занять себя и дома занимайтесь рассады не отчаивайтесь все получится если долго мучиться что-нибудь получится в общем пошла я по всем окна посыпать